12 февраля отмечается День брачных агентств. Сегодня таких учреждений не так много, но актуальность вопроса знакомств не ослабевает. Где и как налаживать эффективные знакомства, узнаем у нашего гостя. Этим утром у нас в студии психиатра, психотерапевта Анна Павлова. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Доброе утро. У кого как не у психиатра узнать, где лучше знакомиться? Помимо кабинета врача. Да. Анна, ну расскажите, пожалуйста, какие действительно такие места для эффективных знакомств существуют? Потому что если раньше существовали брачные агентства, сейчас, мне кажется, этот институт исчерпал себя. Улица, скамейка в парке. Интернет. Здесь, мне кажется, важно разделить. Вы задали хороший вопрос. Где найти место для эффективного знакомства? Что мы вкладываем в цель знакомства? И в эффективность. И в эффективность, да. Согласно статистике, если мы опираемся на данной статистике, то тогда в 2022 году люди наиболее часто знакомятся в соцсетях. Но это и закономерно, логично, согласно нашему текущему времени. Это хорошо или плохо? Опять же, это и не хорошо, и не плохо. Это данность реальности, времени, тех условий, где мы находимся. И, наверное, возвращаясь к изначальной формулировке вопроса, эффективно знакомиться. Что сейчас является задачей, целью знакомства? Если мы говорим о браке, то браки в какой форме? Их сейчас тоже огромное множество, в отличие от, не знаю, 50, 70, 100 лет назад. Более такой концептуальный, канонический образ брака. Мне кажется, знаете, говоря об эффективности, да, мы все подразумеваем какие-то серьезные отношения, да. Это не просто переписки и лайки. Там очень много мемчиков существует на этот счет, да, там угонечков. Вот. А это действительно вот знакомство, которое потом перерастает уже в какие-то отношения. Насколько интернет в этом случае подходящая сфера? Сколько гонечков надо поставить, чтобы это точно было серьезно. На самом деле, опять же, да, вопрос очень интересный и максимально актуальный. Вот действительно вы говорите о том, что чтобы создать серьезные отношения. Но в наше время понятие серьезных отношений стало максимально разнообразным. Если раньше серьезные отношения – это брак, семья, подтвержденные буквы закона, то сейчас серьезные отношения – это что? Совместная ипотека. Вот, да. На самом деле, даже в социальных сетях люди сейчас выстраивают очень много отношений длительных. Это, с одной стороны, для людей может звучать как-то странно, но для многих людей это вариант отношений, мы не можем этого отрицать. Люди на протяжении много месяцев, иногда даже лет, не встречаясь, не проживая друг с другом, находятся в отношениях лишь по соцсетям. Друг по переписке. Друг по переписке. Они ревнуют друг друга, они ставят статус о том, что я там пара того-то, а я там жена того-то. Но это нормально разве? Это вариант текущей реальности. Какие тогда сейчас ценности? Вот сошлись мы вместе, вроде по социальным сетям, и все. А дальше какая ценность? Очень классный вопрос, на самом деле, потому что, если раньше в понятие брака вкладывалось очень-очень много всего. То есть здесь было и выгоды для семьи, например, когда как-то соединяли капиталы, семьи, нужно было правильно подобрать партнера. Это и безопасность женщины по выращиванию, например, своего потомства. Это и защищенность в материальном плане женщины, потому что женщины были, скажем, более уязвимы в плане развития социальных каких-то своих ролей. Много-много всего. И мужчины были более такими бытовыми, извините за слово, инвалидами, которые требовали. Поэтому брак, он вот так соединял людей, и они вот в этих ролях сосуществовали. Сейчас все поменялось. Сейчас огромный процент эмансипации. Женщины вырвались вперед. У них нет такой потребности в защите от мужчин. Но у мужчины нет такой потребности в заботе женщины, потому что... Все само может. Все само может. И поэтому сейчас ценности, вот про то, что вы спросили, классный вопрос, ценности, они скорее про какое-то эмоциональное состояние. Вот то сейчас, то, что отмечают социологи, да? Люди сейчас гонятся не за привычными аспектами брака, а за своим каким-то особенным эмоциональным состоянием. Внутренняя удовлетворенность. Поэтому это легко найти в соцсетях, никогда не встречаясь с человеком. Продукты тебе привезет курьер, не знаю, постирает машинка. Карьера у тебя есть, ты можешь, там, будучи женщиной, там, или мужчиной зарабатывать, и все хорошо. Ты даже родить сейчас можешь, не вступая в отношения... Это ужасно, я слушаю, я не принимаю такую реальность. Кто-то принимает, кто-то нет, но мы просто описываем некую картинку, да? У каждого из нас может быть свое мнение. А как быть тем, кто вот еще, вот как я, например, вот старовер? Ну вот кому еще нужна, как бы, семья, и ты понимаешь, что человек рядом нужен? А вот для таких людей существует вторая альтернативная сторона и способы знакомства, да? Все-таки, да, сейчас большая часть людей зависает в соцсетях, скажем так, и там находят какие-то отношения, эмоциональное состояние. Но огромное число людей все-таки знакомится по старинке. Это работа, это через друзей, это учеба, ну, потому что многие молодые люди еще знакомятся там в институтах. То есть какие-то общие интересы. Общие интересы, да. Гораздо меньше сейчас, согласно статистике, люди знакомятся вот просто на улице, как там раньше. Идешь, ой, девушка, вы так там, или молодой человек, извините. Потому что все в соцсетях лайки ставят. Потому что, в принципе, контакт с реальностью сейчас введен к минимуму, и все зависаем где-то не здесь и сейчас. Вот раньше там, в 18-20 лет, норма выйти замуж или жениться. А потом, я сейчас у многих знакомых знаю, у девочек, которые мамы говорят, поживи для себя, поживи для себя. Ну, наверное, может, то, что времена раньше тяжелые были. И девочки сейчас не стремятся вообще замуж. То есть 30-35, это норма, она такая, ну, я чуть попозже еще. Да, и опять, ну, как бы да, это реальность и для девушек, и для молодых людей. Ну, сейчас и стигматизация, отсутствие брака, она свелась практически к нулю. Да. Если ты там раньше в 25 ни замужем, ни женат, то это уже как бы... Все, ты какой-то не такой. Да, стигматизация, негатив. Сейчас ты можешь уже к 30 годам там не вступать в отношения. Это вариант нормы. Люди меньше боятся вот этого одиночества. Это имеет и свои плюсы, потому что человек может реализовываться сам как личность, но и свои минусы с точки зрения построения вообще в целом семейных отношений. То есть чем дальше, тем сложнее. Сложнее, безусловно. И построить отношения сложнее. И родить ребенка с эмоциональной точки зрения гораздо сложнее. То есть выходим замуж, женимся в 20, рожаем детей в 20, а потом посмотрим, разберемся. Ну, тут как кому хочется, но в целом там будет проще эмоционально. Мы как не посмотрим на эту ситуацию, везде есть свои сложности. Но в более раннем возрасте это легче сделать, легче вступить в близкие отношения, легче на что-то отважиться, больше куража. Это даже, опять же, с точки зрения изучения особенностей мозга. Это больше куража, больше дофамина, больше отваги. Это главные базовые потребности людей всегда, по крайней мере, были, есть. И на сегодняшний момент, наверное, еще какое-то столетие, тысячелетие будут существовать. Это главная потребность, это в здоровой привязанности. Это главное то, что сохраняет человека, как особь, вы правы, и сохраняет их потомство. Без привязанности друг с другом нам сложно вообще в целом в этом мире выживать. То есть одиноким может быть и удобно, но недолго. Недолго. И, кстати, как показывают исследования, очень хорошее и длительное, то, что продолжительность жизни одиноких людей без пары статистически ниже, чем продолжительность жизни людей, которые длительный период времени находились в отношении. Так, срочно заканчиваем интервью. У кого не вторая половина идем искать, нужно нам продолжать нашу жизнь. Спасибо вам большое, Анна, за такое замечательное, интересное и познавательное интервью. Спасибо. Напомню, в студии была психиатр-психотерапевт Анна Павлова. Утро вместе продолжается.